Проект по объединению энергосетей Армении, Грузии, России и Ирана, как и любая международная программа подобного уровня, упирается в политику. Об этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикен заявил в интервью с «Спутник Армения», говоря о сложностях на пути реализации крупного проекта в области энергетики. Ранее вице-премьер Армении Тигран Авинин заявил РИА Новости, что объединение энергосетей Армении, России, Грузии и Ирана при желании можно завершить за 2-3 года. Гайерло по-армянски, когда начнется грандиозная стройка новые АЭС, предположение эксперта. Как отметил Пикен, в реализации проекта в наибольшей степени заинтересованы Армения и Грузия, поскольку они нуждаются в дополнительных резервах, поставках энергии. Однако, с учетом ситуации в Грузии, эксперт пока не понимает, как этот проект будет осуществляться на практике, пока, на мой взгляд, проект стоит. Кроме меморандума, никаких реальных действий нет, сказал Пикен. Отметим, что еще в декабре 2015 года Армения, Россия, Грузия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве для повышения уровня управления взаимоперитоками электроэнергии и безопасности энергосистем. Другая проблема, по мнению Пикена, связана с инвестициями, ведь непонятно, какая из сторон будет осуществлять вложения для реализации проекта. Я думаю, что это, фактически, еще одно из препятствий, почему он не реализуется. Все зависит от того, как проект будет устроен с точки зрения взаимодействия сторон, считает эксперт. На его взгляд, для российской стороны подключение энергосистем Армении, Грузии и Ирана в экономическом плане ничего принципиально не меняет. Вместе с тем, с точки зрения директора Фонда энергетического развития России, для прогресса в этом вопросе необходимо составить конкретный план действий. Нужно из меморандума о сотрудничестве делать реальный проект с понятным графиком финансирования, со сроками, с указанием того, какая из сторон, что делает, минус пояснил Пикин. Напомним, как отметил вице-премьер Тиграновинин, необходимо синхронизировать работу сетей в Армении, Грузии, России и Иране. По его словам, смысл проекта заключается в создании единого глобального рынка и глобальной энергетической инфраструктуры.